Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о Google таблицах. Для этого нам необходимо зайти в свою Google почту, перейти в 9 точек и здесь выбрать Google диск. После чего мы пойдем в Google диск, на котором у нас будут находиться файлы. Если у вас их нет, значит вы просто еще с ними не работали. Первое, что нам необходимо создать, это создать папку, которая будет отвечать за файлы, находящиеся в ней. Допустим, обучение для YouTube. Нажимаем создать. У нас создается папка на Google диске, в которую мы можем помещать определенные файлы. Мы заходим внутрь этой папки. Для того, чтобы создать новую таблицу, мы слева нажимаем создать, выбираем Google таблицы и создать пустую таблицу. У нас создается пустая таблица, переименовать которую мы можем либо в углу слева, либо перейдя непосредственно на сам диск, зайдя в папку и переименовав ее там. Данная таблица у нас будет называться «Учет работы кафе». Для того, чтобы переименовать данный лист, мы правой клавишей нажимаем «Учет кафе». Обратите внимание, что сама Google таблица имеет схожую структуру с Excel. Сверху у нас имеются вкладки, посередине у нас имеется панель инструмента, скомпонованная в виде строки. Строка формул, строки столбцы и внизу листы, которые можно также добавлять на плюс. Если мы нажмем «Все листы», у нас появится перечень листов, что в принципе тоже очень удобно. Также мы можем удалять листы, если в них у нас нет необходимости. Теперь, для того, чтобы завести какой-то учет, нам необходима зайдь таблица, выбираем рисунок. У нас появляются данные для рисунка. Здесь мы выбираем изображение и уже непосредственно сюда мы помещаем наш пример. У нас загружается таблица. Для построения качественных таблиц, первое, что мы должны создавать, это ширину столбцов. По образцу на рисунке мы видим, что первый столбец у нас имеет узкую ширину, второй чуть пошире. Третью мы делаем широкую. Столбец «Д» у нас имеет среднюю ширину. Да, и столбец «Д» и «Ф» они примерно стандартные. Теперь в ячейке «Б» 11 и «12» у нас объединенная ячейка. В отличие от «Экселя» здесь есть три вида объединения. Первый вид объединения – это объединить все. Можно объединить по горизонтали и по вертикали. Да, в «Экселе» у нас только построчно можно объединить. Мы объединили. Здесь у нас находится номер, дальше у нас находится меню. Да, мы также объединяем. И, в принципе, можем выполнить автозаполнение, протащив право. Да, тем самым у нас появились все нужные ячейки. Так, и выручка. Если сделали что-то не так, также слева здесь есть «Отменить действие». Отлично. То есть, у нас получилась шапка таблиц. Если мы сейчас ее выделим и сделаем все границы, сделаем также заливку. Коричневую в данном случае, как и на рисунке. И цвет текста мы выбираем белый. И далее нам необходимо сделать заполнение. Обратите внимание, что здесь также, как и в «Экселе», у нас находится двухмерное выравнивание. То есть, мы можем сделать по ширине и по высоте. То есть, в данном случае у нас посередине в центре. Посередине это означает то, что по высоте ячейки, да, то есть снизу, посередине, сверху. А по центру это обозначает по ширине слева, в центре, справа. И первый пример – это у нас номер. Обратите внимание, чтобы заполнить со сдвигом вправо ячейку, мы нажимаем «Таб». У нас ячейка закрывается и смещается вправо. Далее мы пишем «Меню», «Себестоимость», «Количество», «Наценка» и «Выручка». То есть, здесь я использовал клавишу «Таб». После чего у нас вниз идет 8 позиций. 8 позиций по меню и 8 позиций по номеру. По 20 строку. Делаем заливку идентичной предыдущей. Делаем все границы. Обратите внимание, что в таблице границы белые. Да, здесь можно также выбрать цвет границ. И в шапке также выберем цвет границ белый. То есть, мы берем все границы. Отлично. Теперь для того, чтобы заполнить цифры по порядку, мы пишем «1, 2». Выделяем стрелочкой оба значения. И в правом нижнем углу находим идентификатор автоматического заполнения. И с зажатой левой клавишей протягиваем ее вниз. То есть, у нас получается «1, 2, 3, 4, 5» и так далее. Выравнивание здесь посередине, в центре. Да, также ставим посередине, в центре. Отлично. Далее нам необходимо заполнить меню, которое у нас находится в этой таблице. То есть, что мы делаем? Мы пишем «блинчики». Чтобы закрыть ячейку со сдвигом вниз, нам необходимо нажать «Enter». Дальше пишем «сырники», «сок яблочный», «сок томатный», «кекс», «кофе», «чай», «сливки». И получается последняя строка. Это у нас итог. Последняя строка. Это у нас итог. Далее нам необходимо подвести итоговую стоимость, сделать все границы. В данном случае все границы у нас будут черного цвета, чтобы мы просто-напросто их видели. И внизу, обратите внимание, что внизу у нас и того за смену. В формате мы объединяем ячейку, делаем заливку соответствующую, делаем цвет текста соответствующий и пишем и того за смену с выравниванием по правому краю данной области. Отлично. Теперь нам осталось перенести сюда, во-первых, наценка, которая у нас равняется 47. У нас просто выделена вся строка, объединена и прибыль. То есть здесь мы посчитаем наценку 47%. А здесь посчитаем прибыль, которую вычтем уже в конце. Здесь делаем простым зеленым цвет заливки белый. Здесь также делаем все границы черного цвета. Теперь нам осталось внести данные по количеству и по себестоимости. То есть себестоимость – это у нас сколько мы тратим на одну чашку кофе. Также нажимая Enter, мы спокойно вводим значения, которые переносятся у нас в таблицу. И то же самое мы делаем по количеству. 146, 178, 158, 185, 154 и 121. Так, в принципе, мы таблицу набрали, она нам больше не нужна. Мы можем ее удалить клавишей Backspace. Берите внимание, что формат здесь у нас должен быть рублевый, поэтому мы заходим в формат. Или можно нажать вот здесь денежный формат, он будет по умолчанию, когда рубль у нас спереди. Мы не привыкшие к такому формату, поэтому мы заходим в формат. Здесь у нас есть числа, далее мы выбираем другие форматы и другие форматы валюты. Здесь, соответственно, мы можем подобрать российский рубль и применить. Да, в таком формате у нас более приемлемые и читаемые. Далее нам необходимо взять валик, который здесь обозначает формат по образцу, и выделить столбец с выручкой. То есть, теперь все значения, которые мы введем в данную таблицу, у нас будут иметь рублевый формат. Отлично. Теперь нам необходимо посчитать наценку, которая равна 47%. То есть, как это лучше сделать? Нам необходимо ячейку G7 и зафиксировав ее, нажав F4 один раз. Растянуть все это дело вниз, и у нас получится наценка на каждую позицию в меню. Теперь для того, чтобы рассчитать выручку, нам необходимо себестоимость плюс наценку и умножить на количество. То есть, мы берем себестоимость, складываем с наценкой. Это у нас получается цена для клиента. И умножаем на количество проданных товаров за смену. Растягиваем значение вниз и получаем результат. Теперь внизу нам необходимо написать функцию суммы. Она у нас также находится на панели инструментов, можно ее здесь взять. Выделить диапазон и нажать Enter. Получается, итого за смену по обороту 77.505.75. Теперь нам необходимо посчитать прибыль от... Получается, итого за смену нам нужно посчитать, сколько процентов составляет от 77.000. В данном случае, вот этот результат. То есть, получается прибыль 36.427. Остальные мы тратим на закупку ингредиентов для производства блинчиков, сырников, соков и так далее. Плюс из этих денег мы также платим зарплату. Здесь она не учитывается. Да, и другие сокусочные расходы также должны здесь учитываться. Это будет в другом видео. Мы посчитаем какие-то более сложные процессы. На этом все. С вами был Алексей Полянский. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Ставим пальцы вверх. До следующей среды. До свидания.